Приветствую зрителей моего канала. Сегодня мы продолжаем разговор о мультипликаторных катушках фирмы Кимрио. Доехала вторая, а по факту первая катушка, которую я заказывал у этой фирмы. В прошлый раз я заказывал такую, мне прислали совсем другую, но я совершенно не расстроился, потому что катушка была вполне хорошей. И я решил все-таки попробовать получить ту, которую хотел изначально, потому что эта катушка при своей меньшей цене является братом или сестрой, скорее, катушкой более дорогой и уже протестированной, показанной на ютубе. Видимо, не один человек ее уже купил, а Better Seaway, которая достаточно хорошо бросает легкие приманки, начиная где-то граммов от 2-3, ну 2-3 грамма это нижний порог таких катушек, 3 грамма это уже рабочие веса для таких катушек, ну а больше, соответственно, еще легче забрасывать. Поставляется вот в такой компактной коробочке, дизайн коробки изменился, название фирмы Кимрио не присутствует на коробке вовсе, присутствует только название серии Huntfish, с акулой вот она Huntfish. Так, легкая как перышко опять же присутствует, катушка более мелкая и, вероятно, более легкая, чем предыдущая. Смотрим, что внутри. Внутри имеем катушку в пластиковом пакетике, чехол стандартный, хорошо, что он есть, гарантийный талон, забавно, что это вообще ксерокопия. Так, дальше имеется схема катушки, в этот раз к чести фирмы или производителя, кто эту катушку сделал, схема той катушки, которая внутри, наконец-то. Так, судя по схеме, тут не менее пяти подшипников, возможно, их больше. Разбирать не буду, пока катушка нормально работать будет, не полезу внутрь, уж извините. Шпуль, естественно, покажу. Так, коробку убираем, пакет распутываем. Так, вот сама катушечка. Так, что можно сразу сказать. Те самые фирменные цвета Кимрио. Название фирмы на катушке присутствует. То есть, такой серо-зеленый металлический... С металлическим отливом пластик-краска. Так, и черно-коричневые вставки, вот здесь вот с иероглифом. Так они с золотистым окамлением, очень нарядно все это дело смотрятся. Рукоятка в этот раз металлическая, но довольно ажурная. Фрикционный тормоз регулируется щелчком, а сего, естественно, без щелчка. Серия прописанных Huntfish. Подшипники количество не проставили почему-то, только нарисовали, что они есть. Но, я думаю, не будем сомневаться, что они там есть, они там реально есть. Катушка более скоростная. Передаточное число 7,2 к 1. И тут написано, какие там лески нам это 10 лебра, 14 лебра. Ладно, это все опытным путем. Так, шпуля довольно неглубокая и небольшая. С большим количеством отверстий. Перфорации достаточно, то есть облегчить по максимуму постарались. Хотя и катушка довольно-таки бюджетная. Что можно сказать? Если смотрели обзоры на Михалыч ТВ, пролекламируя канал, который не нуждается в рекламе. Катушка UBetterCovay можете там посмотреть. Абсолютно тот же дизайн. Вот эти характерные вылезы и вот эта вот вставка. Оформление магнитного тормоза рукоятки. Все точно-точно такое же. То есть это с одного завода катушки. Корпус, естественно, с рамой вместе целиком пластиковый. Шестерни по отзывам, насколько я знаю, должны быть бронзовые. Так, червяк алюминиевый. Ну, это довольно стандартно. И глазок лескоукладывателя круглый, не овальный. И сделан из керамики. Ну, это на самом деле не столь важно. Так, откручиваем длинный винт. В отличие от Тирекса, того самого, который я упоминал, винт целиком не выскакивает. Вы его не потеряете. Чтобы снять боковую крышку, нужно сдвинуть ее вверх и аккуратно снять. Видим кольцо, рассчитанное на 10 магнитов, но установлено на данный момент 5. Если не будет хватать усилия магнитного, то можно добавить еще 5. Но по форме шпуля можно сказать, что велика вероятность, что этих магнитов будет достаточно. То есть, здесь вот довольно большая площадь. Скорее всего, эти магниты будут, ну, на максимуме, но будут справляться с торможением такой шпули. Так, шпуля довольно ажурная. Подшипника на шпуле нет, но есть место под подшипник. Теоретически, можете его туда добавить, выдавив вот этот вот шпенек, и туда поставить подшипник. Так, ось длинная, стальная, смазки довольно много, такая вот зеленоватая. Так, сюда можно заглянуть. Ничего особого интересного не увидим. То есть, все довольно стандартно. Так, мне попеняли и порекомендовали мерить диаметры шпуля не линейки, а штангенциркулем. Поэтому у меня нашелся такой вот смешной пластмассовый, но я думаю, этого достаточно будет, чтобы измерить диаметр. Внешний диаметр шпули 32 миллиметра, а внутренний диаметр шпули 26 миллиметров. Так, ну раз я говорю о катушке T-Rex, сейчас я найду ее, где она у меня тут лежит. Так, вот катушка, полные одноклассники, очень похожие друг на друга. Размер рукояток одинаковые. Дизайн отличается, но очень подобные они. Вряд ли, я не думаю, что это один и тот же завод, но многие вещи очень похожи выполнены. Глазок у T-Rex бронзовый, ну или покрытый нитридом титана, здесь керамика. Так, T-Rex явно потяжелее, дальше взвесим. Единственное, что, ну леску не знаю как, не хочу сматывать, поэтому вес будет несколько больше за счет лески. Так, то же самое, фрикционный тормоз с кликом, осевой без клика, 6,5 к 1, это 7,3, там 7,2 к 1, более скоростное. Подобное оформление, ну так, чтобы снять шпули, так же надо, ну видите, можно потерять этот винт, и это просто беда. Я один раз уронил его в траву, и еле-еле найти смог. Так, здесь снимается вниз, крышка прокручивается. На данный момент здесь установлено кольцо на 10 подшипников. Форма кольца несколько отличается. Форма кольца, ну оформление кольца я имею ввиду. Здесь видите другие винты, по-другому утоплены. Так, шпулю вынимаем. В качестве недостатка Тирекса пишут, что диаметр вот этого бортика, ширины его, не хватает для работы нормальной магнитного тормоза. Поэтому я вот 10 поставил вместо 5. Получается, внешний диаметр у Тирекса еще меньше. Видите? И очень хорошо, что у Сиоуэй, вкус у Сиоуэй уже, потому что одна и та же катушка, Кимрио, здесь более широкий бортик, достаточно будет тех 5, скорее всего. И если что, у нас есть возможность подкорректировать. У Тирекса, когда я ее купил, было полукольцо на 5 подшипников. Пришлось вот это кольцо покупать отдельно. Так, диаметр у Тирекса, внешний диаметр шпуля, так, 31. Еще раз у Кимрио, так, 33. Так, блин, внутренний, у меня не получится померить точно. Так, 25 получается. А здесь 26. То есть где-то на миллиметр получается разница. Так, и вес шпули, самое главное у Кимрио, что нас больше всего интересует, обычно в легких катушках мультипликаторных. Так, муха, уйди. Так. Устаканились весы. Стоп, 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 стоп. Не крутись. Так. Вес получается 12,7, то есть чуть меньше 13 граммов. У Тирекса, еще раз напомню, здесь стоит подшипник. У Кимрио здесь нет. За счет этого будет, наверное, легче. Плюс еще леска. Сколько это весит? Не знаю, сколько весит леска. Для чистоты эксперимента надо было, конечно, снять. Вот на данный момент 15,8 она весит. При меньшем диаметре шпули явно более тяжелый вес у шпульки. Так. Сейчас я соберу обе катушки, взвешу. Но, опять говорю, леска добавит этого веса, который... Не помню я точно, сколько она весит. На момент появления катушка, конечно, из бюджетников самая дешевая была. Самая, пожалуй, первая катушка, которая позволяла забрасывать при таком вот небольшом... При небольшой цене позволяла забрасывать практически ультралайтовые приманки. То есть забросить на мэпсовую аглию, которая имеет номер один и весит около трех грамм. С помощью такой катушки не составляло труда большого. А уверенно кидала 4 грамма, 3,5-4 грамма приманки. Основными у меня, например, были копии Чуби. И очень хорошо себя показала эта катушка. Вообще никаких проблем с забросом. Только на более легких весах начинались проблемы. Вот тогда получить по полной можно бород на всю катушку. Это вот недостатки... Неудобно, видите, как у Т-Рекса. Чтобы точно все это дело собрать и не потерять, надо очень хорошо с этим винтом работать. К сожалению, вот такая конструкция. У Кимри вот такой недостатка нет. Винт из своих направляющих отверстий не выпадает. Что экономит нам кучу времени. Ну и... Так, не туда. Так, у нас она... Вот так, стоп. Привык к Т-Рексу, что у него снизу крышка одевается. Здесь крышка надевается сверху. Получается так. Выставляем ровненько. Отверстия должны совпасть. И все у нас нормально закручивается. Так. Ход легкий. Т-Рекс уже несколько бэушен. Здесь все-таки довольно шумный получается ход. Ну такой тракторит немножко. Ну причем, по-моему, изначально такое было. То есть все-таки чувствуется, что мультипликатор это такая маленькая лебедка. Здесь такого не наблюдается. Ход довольно легкий для мультипликатора. Так. Габариты сопоставимые. Веса давайте посмотрим. Так. Сколько весит киммелевская катушка? Они своим этим заветом, легкое как перышко, соответствуют. Вес катушки 156,2 грамма. То есть, ну очень легкая, конечно, катушка. Так. Т-Рекс значительно тяжелее. Тем более там намотана плетенка. Здесь 184 грамма. На момент появления было хорошо. Сейчас, видите, уступает одноклассникам однозначно. 184 грамма ровно. Так. Ну, сколько там леска, конечно. Но значительная разница. Там 30 грамм. Вряд ли леска столько весит. Так. То есть, за 1-2 года бюджетные катушки довольно далеко продвинулись. Именно культралайту, легкости, невесомости. И по забрасываемым приманкам это можно посмотреть в работе на рыбалке. Думаю, что 2 грамма это будет 2-2,5 грамма. Это нижний диапазон, который можно будет бросать. Уверена, должна бросать уже 3 грамма. На мой взгляд, довольно интересная катушка. Стоит немного. Если не пробовали Тирекс, то и можно и Тирексом половить. Но, на мой взгляд, вот эта катушка несколько лучше. Легче. Шпуля чуть больше при меньшем весе шпули. Ход чуть легче. То есть, всего чуть-чуть получше. Сразу скажу, что эту катушку я буду продавать. Поэтому, если интересно, пишите. Комплект вместе со спиннингом будет стоить... Ну, давайте... Так-так-так-так-так-так... Давайте для подписчиков он будет стоить 3 тысячи рублей. Сейчас покажу, какой спиннинг. Комплект, то есть катушка спиннинг будет стоить 3 тысячи рублей. Для всех остальных будет 3,5 тысячи рублей. Спиннинг фирмы LeFish. Ну, то есть кастинговое удилище. Так, Тирекс убираем. А то места мне не хватит. Инструментарий тоже. Так. Спиннинг я это уже показывал в одном из видео. Это довольно интересное. Вот такое металлическим, блестящим, футуристичным стиле выполнено. Удилище для катушек закрытого типа, либо для мультипликаторов. Эта катушка по весу замечательно к этому спиннингу подойдет. Он длиной получается 1,80 м, если не ошибаюсь. Да, 60. Так, и до 7 грамм у нее тест. На мой взгляд она где-нибудь до 5-6 грамм. Скорее, до 5. То есть это чисто ультралайт. Очень красивое исполнение. Причины не использовалось. И это, и это, и это все новое. Причина продажи, видите, у меня просто очень много. Слишком много комплектов. Я боюсь, что за лето я даже не успею обловить все, что я накупил. Поэтому чисто уменьшение остатков. То есть абсолютно новый спиннинг, абсолютно новая катушка. Весь комплект 3-3,5 тысячи, как я сказал. Так что пишите, если кому-то надо. Могу и выслать, в принципе, разберемся. Если живете где-то в районе Коломенского района, там, Воскресенский район и так далее, я думаю, не проблема самим подъехать, потрясти, покрутить, приобрести. Так. Ну, поставлю катушку на рукоятку. Потому что места тут довольно много, мало, вернее, как раз. Выглядеть будет примерно вот так. То есть скелетный катушка-держатель, триггер. Все это замечательно в руке лежит. Минимум лишних деталей. То есть все достаточно неплохо сочетается. То есть, ну, и в цвет. Ну, единственное, что тут были бы серебристые, это смотрелось бы лучше. А так, эво-эво и черный с черным сочетается довольно неплохо. Так, таким комплектом сможете спокойно свои эти триграмма приманки бросать. Спиннинг параболического строя, классический ультралайт. Вертушки, колебалки, кренки. Все это для него подходящий вариант. И, думаю, начать использование, там, или начать ловить мультипликатором ультралайтовым этого комплекта будет вам вполне достаточно. Ну, и опять же, они, говорю, заявлены эти удилища как форелевые. То есть у них такой как раз специфический строй, который позволяет довольно далеко бросать приманки легкие. И они очень хорошо вяжут рыбу. Поэтому, если вас заинтересовал данный комплект, обращайтесь, пишите в отзывах. Обязательно отвечу. Если кто-то готов купить, подъезжайте, или я вышлю. Так, просто нужно освобождать место для следующих вещей, для обзоров. Вещи, которые я покупаю, обычно интересные. И не всегда стандартные. Всем, кто смотрел, большое спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, вопросы свои. Ну, и если что-то, кто-то хочет приобрести какие-то снасти, пожалуйста, обращайтесь. Запас снастей большой достаточно. Поэтому, обязательно, думаю, что-нибудь подберу. Мне нужно снимать что-то следующее. А вам пригодится то, что я рассмотрел и вам показал. Прощаемся до следующего видео. Оно не заставит себя ждать. Всем пока.